Радиопередача предназначена для слушателей старше 12 лет. Добрый день, уважаемые слушатели и зрители. Это новый выпуск программы «Большая перемена». В Иркутском драматическом театре прошла премьера спектакля «Лошадка» по пьесе Юлии Тупикиной и Ольги Богословской. Эскиз спектакля создавался в рамках творческой лаборатории «Вампилов Фест». У нас в студии Александр Баркар, поставивший в Иркутском драматическом театре «Лошадку». А эфир сегодня ведут для вас Карина Факирова. И Алина Ким. Здравствуйте, Александр. Мы бы хотели начать с того, что уже упомянула Алина. Давайте начнем. Давайте уже. Я не могу дождаться. Хорошо. Эскиз спектакля создавался в рамках творческой лаборатории «Вампилов Фест». Да. Можете рассказать, как это вообще происходило? Талантливо, как и все, что мы делаем. Сколько по времени это все длилось? Ну, смотрите, в современном театре существует такой формат работы, как лаборатория. То есть приглашается несколько режиссеров. Они выбирают пьесы, пишут на них экспликации, то есть режиссерские разборы. Потом они приезжают в совершенно неизвестный им театр, вот так вот рандомно выбирают артистов. Вот этого хочу, вот этого хочу. И за 5, максимум 7 дней, а чаще всего даже бывает и короче, за 3-4 дня нужно сделать полноценный спектакль. Причем, ну то есть единственное отличие от спектакля, который ставится, скажем так, в обычном формате, это то, что у тебя декораций нет, все более-менее на подборе, костюмы на подборе, вот, все остальное должно работать. То есть у тебя должна быть законченная история, в которой будет видно твое режиссерское решение. Артисты должны быть без бумажек, они должны знать все буквы, они должны, ну то есть зритель не должен заподозрить, что эта работа сделана за такой короткий промежуток времени. И так как приглашается несколько режиссеров, театр смотрит несколько эскизов и может выбрать тех, кто им больше понравился. И тогда уже этого режиссера приглашают на постановку, и он этот эскиз доделывает до полноценного спектакля, в зависимости от того, сколько ему нужно на это времени. Вот, и вот на лаборатории мы сделали эскиз по этой пьесе, и он как-то удовлетворил руководство театра. Вот, они меня пригласили, еще сколько, по-моему, 10 дней я его приводил в чувства, то есть к нам там сделали элементы декораций, которые я попросил, там костюмы более точные, скажем так. И вот мы выпустили премьеру, она была в конце января 20 или 19 января, по-моему. Вот. А «Лошадка» это же все-таки женская пьеса, вот почему вы выбрали именно ее? Так потому, что мне про женщин интересно ставить, а какой смысл ставить про мужчин? Ну, какой, это же неинтересно. Мужчины вообще очень скучные существа, вот, а женщины, они очень разные, они непредсказуемые, в них интересно разбираться, копаться в их психологии, понять их причины поступков, их мотивации. И это всегда очень любопытно, вообще большинство моих спектаклей о женщинах, ну, как-то так. А почему так сложилось, что для вас женщины более интересно? Здрасте, моя, извините, Карина, да, я говорю, здрасте, моя Настя, обычно, здрасте, моя Карина, потому что я мужчина, я люблю женщин, они мне интересны, ну как, ничего. Ну, все, хорошо, разобрали все. Спасибо большое. А какая у вас самая любимая сцена в постановке «Лошадка»? Ну, знаете, это как ребенка спросить, кого ты больше любишь, папу или маму, сложно, сложно спектакль, спектакль вообще сложно разделить на, то есть как, его можно разделить на сцены, когда ты над ним работаешь. То есть, сегодня мы репетируем эту сцену, завтра мы репетируем вот эту сцену. Даже когда я смотрю спектакль другого режиссера, который мне страшно нравится, вот я буквально на днях посмотрел замечательный спектакль в драме, спектакль «Дети», который поставил Андрей Шляпин по «Отцам и детям Тургеневым». Это, на мой взгляд, один из лучших спектаклей, который я видел, вот, например, в этом сезоне. И вот его я могу, глядя, разбирать серию, вот эта сцена отличная, а вот эта вот еще лучше, а вот эта вот очень-очень интересная. А эта смешная, но это со стороны, все-таки к своим спектаклям ты относишься немного иначе. Ты варишься в нем, и он становится для тебя настолько монолитным, настолько ценным, что разъять его на какие-то составные части, когда он уже готов и выпущен, уже очень сложно. Есть сцены, на которых я плачу на этом спектакле. Они, наверное, повторяются. Это сцена, где героиня этого спектакля разговаривает со своей дочерью, с которой она не может найти общего языка. И сцена, где происходит насилие отца над ребенком. Вот эти сцены, они прошибают меня на слезы. Так что, наверное, вот так можно ответить на ваш вопрос. То есть нет любимых сцен, есть сцены более трогающие вас? Да, есть сцены, которые... Нет, есть сцены, которые возвращают меня к тому, что я человек, а не режиссер. То есть если в спектакле случается такая сцена, когда я забываю о том, что я профессионал, это круто, это очень дорогого стоит. В своих спектаклях это сложнее, в чужих спектаклях чуть легче. Хорошо. А как вы считаете, почему... Ну вот в лошадке есть одна из тематик того, что люди боятся любить и как-то проявлять свои чувства. Почему вы думаете, такое происходит вообще в жизни даже? Ты почему об этом пишешь? Да потому что любовь и вообще откровенные какие-то чувства, это всегда беззащитность человека. Если ты проявляешь чувства, ты раскрываешься. А когда ты раскрываешься, как в боксе, тебе обычно прилетает в лицо. И когда ты в детстве... Вот у Гришковца есть шикарная фраза в его спектакле. По-моему, это как раз как я съел собаку. Он говорит, обижаться ты еще не умеешь в детстве. Обижаться ты не умеешь. Потому что как только ты научишься обижаться, в эту же самую секунду, не в следующую, в эту же самую секунду, ты тут же научишься обижать. И вот это ситуация, когда люди проявляют жестокость по отношению к тебе, а ты к ним, что называется, с открытым сердцем. Раз ты на такое пойдешь, другой раз. А на третий раз ты уже не будешь открываться. Ты уже не будешь честным. Ты уже нацепишь на себя какую-то удобную для общества маску. Будешь вот таким, или вот таким, или вот таким, или вот таким, или еще каким-то. Но никто не будет знать, что у тебя внутри по-настоящему. Поэтому люди не умеют чувствовать, не умеют любить. Именно из-за этого у нас в отношениях между мужчинами и женщинами такое количество проблем. Потому что мы встречаемся, и мы демонстрируем своему партнеру, своему любимому человеку не себя, а улучшенную версию себя, такую, которая ему удобна. А потом, когда в какой-то момент возникает то, что на самом деле в тебе есть, тот человек говорит, здрасте, я к этому не готовился, простите, пожалуйста, вот этого вот мне не надо. А так, чтобы тебя принимали со всем, что у тебя внутри, со всем ужасом, который у тебя внутри живет, со всей болью, которая у тебя внутри живет. Потому что всем людям больно, каждую секунду. Мы это привыкаем маскировать, но это же не означает, что этого нет. И, естественно, это все как одно за другим тянется. Гусь-гусь приклеюсь, как возьмусь. Невозможно оторвать от человека боль и оставить только любовь. Невозможно оторвать только любовь и только радость. А боль спрятать куда-нибудь поглубже. Так не бывает. Мы слишком наполнены чувствами, которые нас изнутри распирают, а общество не готово нас принимать такими. И из-за этого возникает большинство конфликтов вообще в мире, в жизни, в общении. И спектакль во многом об этом. О том, что люди должны учиться разговаривать, Люди должны учиться общаться и понимать, что другой человек – это другой человек. Это не ты. Не надо к другому человеку со своей меркой подходить. Позволь ему быть тем, кто он есть. И прими его таким. Вот это как бы самое сложное, наверное. Как вы думаете? Ну, есть такая статистика по России. И за 2021 год, не знаю, как уже в 2024 году, но за 2021 год есть статистика о том, что в России вообще полных семей, где гармония, любовь и так далее. Нету. И ребенок растет. Ну, нет. Ну, что-то похожее на это 21% всего. Да, так и есть. И большая часть людей – это родители-одиночки или люди, которые остались, в принципе, одни. И вы думаете, это все идет от того, что люди не умеют разговаривать и не могут… Понимаете, это гораздо более сложная проблема. Она гораздо более объемная. Я не стал бы ее сводить к банальному «вот, давайте научимся разговаривать». Все значительно сложнее. Именно поэтому сейчас, например, психотерапия становится настолько трендом, что называется. Да, люди ходят к психологам, психотерапевтам, люди начинают принимать антидепрессанты не на уровне, потому что «а, слабак принимает антидепрессанты!» Нет, потому что они действительно помогают стабилизировать нервную систему, которая… А сейчас кукушечка улетает у всех. Слишком много давления в нашей реальности нынешней, в которой мы живем. И, естественно, люди не вывозят. Люди живые, они из плоти, крови, они не вывозят. И поэтому дай бог себя удержать от безумия, от самоубийства, от каких-то событий, от каких-то решений, которые приняты на эмоциях, и которые разрушают тебя, и разрушают твою жизнь. А я что говорить про других людей, про своих детей, про своих близких людей? Там очень сложно. Поэтому людям иногда проще взбрыкнуть. У нас коммуникации слишком сильно нарушены, и слишком большое давление. И это и из прошлого идет, и из того, что пришлось, например, после Второй мировой войны активно восполнять там ту же демографическую яму. И нас воспитывали наши мамы. Мальчики, которых воспитывали мамы, вырастают несколько избалованными. Инфантильными. Инфантильными. Потому что нам нужен кто-то, кто примет за нас решение. А мы не хотим самим. У нас лапки. И девочкам еще как бы плюс-минус вроде как это еще допустимо. Но когда у мальчика лапки, то как бы как нам вообще дальше жить? Как нам строить отношения? И эта проблема слишком глобальная, слишком комплексная. Я могу об этом говорить бесконечно, но я предпочитаю ставить про это спектакли. Хорошо. Лучше один раз показать, чем сто раз услышать. И вот вы сейчас работаете над спектаклем «Рождественские грезы». Абсолютно верно. По пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала». Можете немножко приоткрыть завесу и рассказать, как проходит работа? Талантливо. У меня такая присказка, когда мне задают вопрос «Как?» по поводу всего, что я делаю. Я всегда отвечаю одинаково. Талантливо. Нет других вариантов у нас. Ну как? Мы сейчас репетируем. У нас через две недели премьера. 14 марта. Пьеса сложная. Это мелодрама. Написана она в конце 80-х, начале 90-х. И поэтому очень много смысловых и бытовых деталей, даже лексических деталей оттуда, из того времени. А нам ее играть надо сейчас. И играть не только под конкретный контингент. Вот знаете, мы играем, у нас на программке должно быть написано там 50+. Ну, это так же не может быть. Там же в театр приходят разные люди. И нам нужно сделать эту пьесу таковой, чтобы она была интересна и понятна широкому слою населения, скажем так. И вот, собственно, мы сейчас стараемся работать над этой пьесой, чтобы не разрушить ее структуру, в которой она написана. Но при этом попытаться нежно и бережно донести ее до современного зрителя и современного восприятия зрительского. Это мелодрама. Как это незабавно прозвучит, это тоже мелодрама о женщине. О женщине одинокой, которая живет с мамой, которая тяжело больна. И вот в преддверии Нового года с ней случаются чудеса. Похожие немножко по вайбу на то, что происходит в Иронии Судьбы, например. Есть совершенно замечательный фильм, который называется «Приходи на меня посмотреть». Это фильм 2000-го или 2001-го года, который снял замечательный великий артист Олег Янковский, где он, собственно, сыграл главную роль. Это как бы фильм по этой пьесе. И он безумно ламповый. Вот он ламповый, ламповый совершенно. И вот мы хотим эту ламповость сохранить в спектакле, но при этом поговорить со зрителем на важные темы, которые болезненны все-таки. Найти в этой нежной мелодраме еще и драму. Не только мело, но и драму тоже. И еще надеемся, что будет смешно. Очень сильно хотим сделать, чтобы это было смешно, чтобы зритель мог получить весь спектр эмоций. А вот этот спектакль уже ставили по этой же пьесе, ставили в 1998 году в Грамтеатре. Как вы думаете, почему решили заново его вернуть? Я думаю, что, во-первых, этот спектакль шел с большим успехом довольно долго на сцене Охлопковского театра. И, наверное, вот эта вот тоска по чему-то доброму, чему-то светлому, по какой-то такой нежности, ее сейчас очень не хватает вообще в нашей жизни. И мне предложили эту пьесу, и мне как раз было любопытно, как я сегодня смогу ее интерпретировать. Потому что, естественно, ни одной мизансцены, ни в оформлении, ни в костюмах, ни в чем, этот спектакль к спектаклю 1996 года не имеет никакого отношения. Я надеюсь, получится сохранить дух этого спектакля. А вы еще упомянули, что, как я понимаю, вы смотрели фильм, приходили меня посмотреть. Я когда работаю над пьесой, я смотрю все спектакли, до которых могу дотянуться по этой пьесе. Я изучаю историю ее создания, я изучаю эпоху. Я задрот, короче. Ну просто бывает такое, что режиссер, я ничего не буду смотреть, чтобы там случайно не украсть у кого-то что-то. Меня учили так, если ты будешь полагаться только на собственный мозг, на самого себя, рано или поздно ты начнешь повторяться. Потому что если ты не впускаешь в себя ничего нового, причем даже иногда раздражающе нового, вот мне не нравится такой театр, мне совершенно не нравится эта постановка, я должен ее посмотреть. Я должен попытаться сделать то, что мне не нравится. Вот это одна из моих самых главных задач. Я хочу учиться делать то, что я не люблю, тем, что я полюблю. Вот не люблю я, например, луковый суп. Не люблю, понимаете? Но вот я, другие-то люди любят, я на них смотрю и думаю, да что с вами не так? И вот мне интересно, потому что вот психология этого человека, почему он любит то, что мне категорически не нравится. Поэтому я считаю, что режиссер должен смотреть тик-токи, режиссер должен смотреть стендап, режиссер должен смотреть батл-рэп. То есть мы должны знать, что сейчас трогает людей, даже если нам это не нравится. Это не означает, что я должен делать так же, но я должен быть в курсе. Поэтому, когда мне кто-то говорит, вот так вот, знаете, я не смотрел Игру Престолов, потому что это все смотрят, а я, мой эстетический уровень, выше вашей шипотребы, этого быдла. Я считаю, что ты дурак. И больше ничего, потому что если ты не в контексте с современным социокультурным пластом, то ты рано или поздно становишься архаичным, а скорее всего рано, скучным, никому не нужным и только ощущаешь себя каким-то гением, а на самом деле таковым не являешься. Все, хорошо. Извините, вы наступили на мою больную мозоль. Мы про это и хотели, ну, немножечко спросить, именно про то, как вы говорили, что вы хотели бы сохранить какую-то ламповость в своем спектакле, который существует в фильме. И об этом мы и хотели спросить. Вы что-то, что именно вы, вы как-то опираетесь на фильм? Настроение. Настроение. Понимаете, я не люблю ни красть, ни копировать, мне это неинтересно, но в любом хорошем произведении искусства всегда лежит в основе, лежит идея, в основе приема, в основе какой-то внешней формы. Всегда лежит идея и, ну, какая-то, вот, знаю, искра божественной любви, что ли, да? Вот ухитриться ее почувствовать, ухитриться ее воспринять, уложить себе куда-то в грудную клетку, наполниться ею и чувствовать, что у тебя вот прям лучи туда куда-то в мозг проникают. Вот это та задача, которая передо мной стоит. И тогда рождаются современные новые решения внешние, но искра эта остается, понимаете? Вот есть понятие ремейк, например, да, и самые лучшие ремейки это те, которые не покадрово копируют оригинал, а копируют его дух. И вот, ну, в этом большинство проблем, то есть, современных создателей, например, там, вторых частей или там, то есть, продолжений каких-то, что они пытаются повторить успешную формулу, которая работала и так далее. И получается копия. Копия всегда хуже оригинала. Всегда. С этим ничего не сделают. Спасибо большое. Именно на этой ноте, я не знаю, даже веселой или грустной, такой реалистичной, я бы так сказала, серой морали мы закончим. Мы хотели бы напомнить зрителям, что сегодня у нас в гостях был Александр Баркар, поставивший в Иркутском драматическом театре имени Охлопкова «Лошадку». Прекрасный спектакль, на который мы хотели бы, чтобы вы сходились. Итак, а также сегодня мы говорили как раз-таки про «Лошадку» и вообще деятельность нашего режиссера. Да, и приходите на «Рождественские грезы». У них премьера будет 14 марта, а потом второй спектакль, по-моему, 22-го. Хорошо. Туда будет проще попасть, потому что там больше зала. Будем сидеть и скролить ленту драмтеатра, чтобы успеть купить билеты. Спасибо большое, что пришли. Спасибо. А ваши ведущие на сегодня были Алина Ким и Карина Факирова. Всем пока-пока, встретимся в драмтеатре. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok